Христос сказал, от избытка сердца что? Говорят уста. А поют уста, наверное, тоже от избытка сердца, правда? Мы много проводим общения, много покаяний видим, но некоторые запоминаются на всю жизнь. Хочу рассказать об одном сердце, которое никогда не пело и вдруг запело. Это было на западной Украине город Киверцы. Мы призывали к покаянию, души выходили. И вот выходит светло-русые женщины лет 35. И пяти, очень элегантно одетая, на глазах слезы, пришла, на колени встает. Но сказать ничего не может, только плачет. Встала с колен, говорит, дайте микрофон. Дали микрофон. Она говорит, люди добрые, вы хоть знаете, кто я? Я прокурор. Я судила вот этого милого человека, показала на пресс-фитера Киверецкой церкви Кравчука Ивана Ивановича. Я срок ему запрашивал, давала санкцию на арест. Простите меня, люди добрые. Милый человек, прости меня. Господи, прости меня, грешница. Потом мы встретили ее, уже принявшей крещение в Бресте. Было большое собрание, приблизительно вот такое же. И она говорила о своем покаянии. Говорит, когда я принимала крещение, узнали многие из милиции, из прокуратуры. Сбежалось много народу посмотреть, прокурор, что крещение принимает. И надо же, крещение мне преподавал тот самый пресс-фитер, которого я судила. Он улыбался, когда вошел в воду. Я пошла навстречу к нему, а из милиции кто-то не выдержал и закричал. Да неужели ты ей простишь? Да потопи ты ее. Да, и непонятно было, как может христианин прощать. Мало того, говорит, мой муж был отвратительный человек, но он тоже на том вообще не покаялась. И дочь моя на том же вообще не покаялась. И теперь муж стал золотой человек. И вы знаете, я развелась с ним 14 лет назад. А вот дней 10 назад решила за него второй раз замуж выйти. Вот что делает человек. Мало того, ее дочка выходит замуж за племянника пресс-фитера. И у прокурора с пресс-фитером Бог чудную семью создал. Мы видели эту семью. Мы видели, как она теперь в хоре поет, ее дочь поет. Она говорит, я никогда не знал, что значит петь. А теперь сердце мое поет. Возьмем сборничек, придем. Господи, какая это радость, петь гимн Тебе. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я мир с небес несу тебе Любовь и радость и прощенье Скажи, скажи, без промедления Войти ли мне, войти ли мне У дверью твоей стою И в сердце грешное стучу Я нежно так молю извне Войти ли мне, войти ли мне Вот с этой чудной мелодией в сердце Многие шли и в тюрьмы и смотрели в глаза смерти И оставались верными Господу Мы вначале говорили, что вспомним о тех, кто остался верным Господу Кто не дожил до дней свободной проповеди Евангелия А мы, оставшиеся и дожившие, считаем своим долгом Напоминать 13 главу посланий к евреям 7 стих Поминайте наставников ваших Которые проповедовали вам Слово Божие И взирая на кончину их жизни Подражайте вере их Давайте вспомним О всех, кто остался верен Господу Кто ушел в вечность За железной тюремной решеткою Гимном Николая Петровича Храпова Безграничной милости великой 67 лет жизни Из них 30 лет в местах лишения свободы И ушел он в вечность Там За железной тюремной решеткою С человеческой точки зрения его жизнь несчастна Но Бог дал ему способность Написать книгу с удивительным названием Счастье потерянной жизни Значит и в потерянной жизни может быть счастье Но это если жизнь потерянная ради Господа Кто душу свою потеряет, тот приобретет ее В последнем куплете этого гимна Он выражает свое желанное и сокровенное Чтобы навеки утонуть душою в океане Божьей любви Я думаю, вы многие его знали Давайте вспомним наставников наших Этим гимном Безграничной милости великой Пластелин бесчисленных миров Чем могу достать тебе, Владыка За твою заботу и любовь Чем могу достать тебе, Владыка За твою заботу и любовь Пред тобой в торжественном параде Проплывают солнце и луна Не твояль созвездий мир и ады Рассыпает щедрая рука Помоги сомненья и тьминьям Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если бы я спросил, кто не верит в Бога Наверное, никто бы не поднял руки А если бы я спросил, а кто полностью отдал сердце ему Доверился ему Каждую клеточку сердца посвятило Иисусу Наверное, не все бы подняли руку Или если бы я прочитал последние слова Библии Слова в откровении Иисуса Христа Сегриду скоро И ответ Иоанна Ей гряди, Господи Иисусе Если бы я спросил, кто может вместе с Иоанном Сейчас сказать Ей гряди, Господи Иисусе Сейчас гряди, сию минуту Я готов тебя встретить Наверное, тоже не все бы подняли руки Правда, друзья? А готовность нужна Это доверие Иисусу А что мешает нам довериться? Только что-то тайное, скрытое Что-то греховное Поэтому сейчас, в конце собрания Хочется призвать всех Кто еще не доверился Доверьтесь Иисусу Потому что Он любящий Бог Спасающий Бог Сегодня Он спаситель Завтра Он может быть судьей Один человек попал на скамье подсудимых Когда Ему дали последнее слово Он пристально всмотрелся в глаза Судьи И вдруг что-то вспомнил Да, Он вспомнил это лицо Он вспомнил, что когда Он утопал И кто-то Его спас Когда Он очнулся, Он увидел над собой Вот это лицо Этот человек делал Ему искусственное дыхание Так вот, кто меня спас И у Него зародилась надежда Он говорит, судья Посмотрите на меня внимательно Что такое? Судья Три года назад я тонул И меня спас Человек, это Вы были судья Я сейчас вспомнил Ваше лицо Судья, посмотрите Это Вы меня спасли Вспомните, пожалуйста, судья Судья говорит Да, вспоминаю Был такой случай Действительно я спасал человека Так это были Вы Я судья был Я Неужели меня судите, судья? Но судья посмотрел на Него серьезно И говорит Да Тогда я был Твой спаситель Но сейчас Я Твой судья Дорогой друг Рано или поздно Каждый человек покается Рано или поздно Каждый попросит прощения Как брат говорил Там у Белого престола 20 глава Откровения Мертвые и малые и великие Предстанут И судимы были мертвы И понаписану в книгах А каждым пишется Книга жизни Все грехи будут явны Но тогда Христос Не страдающий Не зовущий Очи Его Как пламень огненный Ноги Как раскаленная медь Эти очи Пронзят каждого Все будет явно И тогда каждый скажет Господи Прости меня Грешника Но 10 глава Откровения Мы читаем И клялся живущим Во веки Что времени уже Что Не будет А что сейчас Вторая глава Откровения Мы читаем Я дал ей Время Покаяться Бог ни от кого Не отнимет жизни Прежде чем Не даст Время Покаяться Он даже Странным дает Время Покаяться Сейчас последние слова Христа Сбываются И будет Проповеданность Ее Евангелия Царствия По всей вселенной Во свидетельство Всем народам И тогда Что придет Конец И вы видите Как Молноеносно Шествует Евангелие Проповедь Везде Звучит Дорогой друг Сегодня Христос Твой спаситель Не жди Когда он будет Твоим судьей Не упусти Миг покаяния Доверься Иисусу Его дла Не распростер Ты Он хочет Тебя обнять Он обнимет Тебя Своими Пронзенными Руками Снимет Греховный Налет Сердца Простит И ты Уйдешь Отсюда Спасенным Один пример Я расскажу Который я часто Повторяю Сейчас Потому что Как-то Очень затрагивается Сердце Это было В городе Макеевке На Украине Был праздник Жатвы А брат Один пришел Печальный Очень Я его спросил Что с тобой Володя Ох Если бы вы знали Что я пережил Что ты пережил Неделю назад Я встретил Школьного Учителя Разговорились Он спросил Где работа Я говорю В шахте Трудная работа Да Но трудная жизнь У нас такая Что же делать А ты помнишь Говорит Директриса Которую мы так Все уважали Которую мы считали Эталоном Ума И красоты Эталоном Образованности Ее уже скоро Не будет Как Почему Болезнь века Рак Съедает ее Правда А когда вы были В нее последний раз Учитель говорит Душь месяца два назад Да как же так Мы ее оставили Мы же такие друзья были И учитель говорит Не могу лгать Она смотрит в глаза И спрашивает Я буду жить Я буду жить И мы лжем все Будешь Будешь Хотя знаем Что вот-вот умрет Я не могу лгать Я перестал ходить И Володя говорит Я утром проснулся И чувствую явное побуждение Иди Скажи ей Еще раз о Христе Кто еще ей скажет Я взял новенькое Евангелие Мама нарвала букет Я пошел Я нашел Адрес умирающей Постучался Открыла женщина Кого вам Я сказал Я хочу увидеть умирающую Я на одну минуту Я только подарю ей Ценный подарок Но если на минуту То можно А очень плохая Я постучался в комнату Где лежала умирающая Тихий голос Сказал Войдите Я открыл дверь И был поражен На смертном одре Лежала совершенно Неузнаваемая женщина Желтая кожа Выцветшие глаза Морщинистая кожа Как плеть Высохшие руки Я поздоровался Я поздоровался Улыбнулся И говорю Я на одну минуту К вам Я принес вам Очень ценный подарок Ее губы сделали Наподобие улыбки И она говорит Неужели ты думаешь Что для меня Еще может быть Что-то ценным Думаю, что да Я вам Евангелие принес Евангелие Она порывисто села Хотя уже много дней Не поднималась Евангелие Настоящее Да, настоящее Я протянул Евангелие Новенькое И прошептал Она начинает листать И она остановилась На восьмой главе Евангелия Это Анна На том самом месте Котором сегодня Врат говорил Когда женщину Привели В прелюбодеянии Когда ее хотели Побить камнями Она читала Это место Она подняла На меня глаза И прошептала Умница ты мой Ты мне действительно Принес что-то Очень ценное Я бы так хотел Отблагодарить тебя Ты Наклонись, пожалуйста Я хочу Обнять тебя Ты засмущался Ты не смущайся Мне можно и обнять Мне можно и поцеловать Тебя Знаешь почему? Я умираю Они лжецы все Они оставили меня Ты один Мне принес правду Она заплакала Я не знал что делать И вспомнил Что у меня за спиной Букет И я сказал А мама Вот вам еще Букет просила Передать Мама Твоя мама После того как я Столько плохого Про нее говорила Критические статьи Писала против верующих Мама мне букет Она уткнулась В букет И плечи ее Затрясись от рыданий В дверь В дверь заглянула Женщина И сердитым взглядом Дала знать Что мне надо уходить Я стал прощаться Она Опять Посмотрела на меня И говорит Ты очень вовремя Принес Евангелие И букет Знаешь Через несколько Дней Даже Они мне будут Не нужны Я распрощался И вот сегодня Говорит брат Я поставил Плечо под гроб Директрисы Я посмотрел Кругом Море цветов Море венков Все учителя Родители Ученики Все здесь Но у меня Отчетливо звучал Голос Умерший Через Несколько Дней Они Мне Будут Не нужны Дорогой Друг Сегодня Христу Нужно Твое Покаяние Потому что Он все Сделал Для спасения Но без Покаяния Ты не будешь Спасен 13 глава Луки Мы читаем Христос Говорит Если не Покаетесь Все так же Погибнете Сегодня Тебе Нужно Твое Покаяние Не запоздай С Ним Самое Страшное Это Запоздалое Покаяние Приди Хочет Обрадовать Иисуса Своим Покаянием Незапоздалым Покаянием Вы проходите Пожалуйста И мы будем С вами Молиться Да Благословит Вас Господь Проходите Еще Сейчас Закончит Музыка Звучать И мы дадим Помолиться Всем Кто захочет Примириться С Господом Поспеши В объятия Христа Пусть Тебя Благословит Господь Дорогая Душа Он любит Тебя Он ждет Тебя Он стучится В твое сердце Значит Он любит Тебя Он хочет Войти В твое сердце И спасти Тебя Не упусти Этот миг Тебе Миг Назначен Для покаяния Не Ты назначаешь Миг А Бог Тебе назначает Миг И для покаяния Прими Его И ты будешь Спасенным Да Благословит Тебя Как мог Сказать Что Ты Христа Не Знаешь Как мог Сказать Что Бог Не Беда Любви Христовой Ты Не Замечаешь Он Не Вет За Тебя Страд Любви Христовой Ты Не Замечаешь Он Не Вет За Тебя Страд О Если Если Ты Искал Его Сердно Так Правду Ищу Ты Б Его Нашел И Жизнь Свою Не Прожил Б Б Цельно Нерезнутой Смерть 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 Не Не Обольщай Себя Покою Ложьим Один Христос Спасение Смерть Смерть Смерть